Друзья, всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам про свеженький, свеженько попавший ко мне смартфон с очень простым за последнее время названием Huawei P Smart. Вот все, вот так, без цифр, без ничего, просто P Smart. И вот я хочу вам сказать, что когда он попал ко мне в руки, я не знал его стоимость, а когда все-таки мне сказали, я был очень приятно удивлен. Но в любом случае, в своих обзорах я стараюсь не акцентировать внимание на цене, потому что у каждого свое понимание дорого, среднедорого, дешево. Поэтому давайте вы просто потом посмотрите цену и сделайте выводы сами для себя. Huawei P Smart классический Huawei, если это можно так сказать. Большая часть корпуса металлическая, это очень приятно ощущается в руке. Нижняя и верхняя часть пластиковые для работы сотовой связи и других беспроводных модулей. Грани все скругленные, за счет этого он кажется тоньше, чем есть на самом деле. Корпус приятный на ощупь, это однозначно, но мне кажется, что он все-таки немножко скользкий, и носить его лучше будет в чехле. Когда я смотрю на лицевую часть P Smart, я прям с радостью понимаю, что будущее за тонкими рамками и вот таким внешним видом. 76,1% передней панели заняты дисплеем. Очень стильно, аккуратно и гармонично. У меня смартфон в золотом цвете, поэтому передняя панель белая, и на ней даже надпись Huawei смотрится неплохо. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней части смартфона, не сильно высоко. Палец с легкостью до него дотягивается. Внизу сетка динамика, microUSB, отверстие микрофона и 3,5 мм аудиоразъем. Знаю, многие в комментариях напишут, что мол, что это за microUSB, почему в 2018 уже где Type-C. Вы знаете, я с вами соглашусь. Если в прошлом году я еще говорил, ну, microUSB, ну, окей, ну, вот в 2018 действительно уже хочется, чтобы все твои кабеля были одного формата. И особенно мне, как человеку, который пользуется многими телефонами, хочется таскать с собой не несколько кабелей, а просто Type-C, ну, и лайтинг, потому что вот до них точно никогда не дойдет. Huawei, вам на заметочку, следующий телефон, пожалуйста, с Type-C, вот даже в этом ценовом сегменте, ну, просто вот уже очень нужно. А вообще, мне кажется, что конечному потребителю должно быть все равно. Ну, какая разница, у вас в комплекте идет кабель, microUSB, Type-C, ну, Type-C окей, удобнее, можно там разными сторонами вставлять, ну, не знаю. У Huawei P Smart IPS LCD дисплей диагональю 5,65. Разрешение Full HD+, 1080 на 2160 точек. Плотность пикселей получается 427 ppi. Соотношение сторон, мои любимые, 18 на 9. Ну, или 2 к 1, как вы их называете. Дисплей, на мой взгляд, одна из самых сильных сторон Huawei P Smart. Во-первых, вот эти вот супер тонкие рамки, за счет которых дисплей кажется еще больше, чем он есть на самом деле. Оставаясь при этом удобный в руках, благодаря соотношению 18 к 9. Так он еще и, как всегда, у бренда с прекрасной цветопередачей, которую можно тонко подкрутить под себя в настройках. С большим запасом яркости и большими углами обзора. Справедливости ради отмечу, что при просмотре под углом он таки теряет немного в яркости, но это никак не отражается на общее восприятие. За дисплей тут однозначно лайк. Huawei P Smart работает на процессоре собственного производства, впрочем, как и все остальные смартфоны компании. Hi-Silicon Kirin 659. Это восьмиядерный процессор. Четыре ядра работают на частотах до 1,7 ГГц, и еще четыре до 2,36 ГГц. За графику отвечает T830 MP2. В памяти есть два варианта, 3,32 и 4,64 ГБ. По моим данным, в Украине будет только первая версия. Есть поддержка карт памяти microSD до 256 ГБ. Работает P Smart на Android последней актуальной версии, восьмой, с оболочкой EMUI 8. Кстати, обзор этой оболочки мы сделали прямо отдельным видео, поэтому я в описании ставлю ссылочку на нее. Посмотрите, там много чего интересного. С производительностью в повседневных задачах P Smart справляется отлично. Оболочка EMUI хорошо оптимизирована, и никаких лагов или глюков не возникает. А вот с играми ситуация другая. Тяжелые работают на средних, а иногда и низких настройках. Тут уже виноват не самый мощный GPU. Хотелось бы получше. Но, с другой стороны, большинство инди-проектов работают без проблем. Я, честно говоря, больше играю именно в такие игрушки, поэтому он может скрасить мои минуты ожидания чего-либо. Тесты производительности перед вами. Как видите, результаты средние, ровно такие же, как и цена на этот смартфон. Производительность в этом смартфоне, пожалуй, единственное, что можно было бы все-таки сделать получше. Ну, в повседневных задачах реально он работает отлично, быстро, все классно. В большинстве игр тоже проблем не возникает. В тяжелых каких-то игровых проектах уже надо поиграться с настройками. Ну, а если вы не играете, то производительности вам точно хватит, так сказать, за глаза. Ну, и оболочка EMUI, которая всячески делает пользование смартфоном намного удобнее, дарит вот этот позитивный экспириенс от работы с телефоном. И, кстати говоря, в P Smart есть NFC, а во многих других телефонах в этой ценовой категории их нет. И это очень приятно, потому что Android Pay работает в Украине, и реально можно пользоваться бесконтактными платежами. Основной модуль камеры двойной, 13 и 2 мегапикселя. Вторая камера тут для создания эффекта боке, и скажу сразу, этот режим меня немного разочаровал. Можно было сделать и лучше, с учетом того, что я уверен в возможностях компании Huawei. Примеры фотографий перед вами. Я всегда стараюсь не сильно комментировать фото возможности и оставляю право выбора подписчикам. В описании есть ссылка на все оригиналы снимков, можете посмотреть в большом разрешении и сделать выводы для себя. Есть автоматические ручной режимы, HDR, панорама, рисунки светом и таймлэпс. Селфи-камера на 8 мегапикселев, примеры снимков перед вами. Видео снимается в Full HD разрешении, стабилизации тут нет. Оригиналы тоже в описании. Внешний динамик тут один, и он расположен на нижней части устройства. Громкость чуть выше средней, но высокие иногда переваливаются, и звук становится излишне звонким. Видосики смотреть с этим звуком очень приятно, а вот музыку включаешь, и как-то хочется подключить внешнюю блютуз-акустику. А вот с наушниками ситуация лучше, мы и Marshall Mead раскачивались им очень достойно. Тут еще есть улучшалка звучания Huawei Heisten. Можно указать тип наушников, эквалайзер настроить под себя и включить 3D-звучание. Емкость встроенной батареи 3000 мАч. И наш стандартный тест YouTube, это когда мы включаем видео на час при максимальной яркости, максимальной громкости, высадил этот смартфон на 9%. Ну и результаты замеров. За 15 минут он зарядился на 16%, за 45 минут на 47% и за 75 минут на 78%. В повседневной жизни стоит рассчитывать на сутки работы при 5-6 часах работы дисплея. Показатель, в общем-то, стандартный. А вот наличие фирменных продвинутых режимов энергосбережения EMUI радует. Я про них подробно рассказывал в обзоре оболочки. Ссылка в описании. Huawei P Smart действительно интересный смартфон. Главное во время покупки понимать, что это не игровой смартфон, потому что GPU тут действительно слабый. Но он как бы не претендует на это звание. Ну и вторая камера, честно говоря, иногда мне кажется немножко бесполезной, потому что программное обеспечение как будто бы еще не до конца допилено под нее. И из-за этого бокешка иногда не такая красивая, как хочется. А вот в остальном это крутой смартфон. Дизайн однозначно удачный, тонкие рамки, сам дисплей, оптимизация оболочки, автономность. Этот смартфон отлично подойдет для тех, кому нужен красивый смартфон для повседневных задач. Пишите в комментариях, что думаете о Huawei P Smart. Ставьте лайк, если это видео было полезным для вас. Подписывайтесь на наш канал внизу, там еще колокольчик можно поставить. Не пропустите никаких свежих видео. Ссылки на наши соцсети в описании. Всем спасибо за внимание, хорошего дня и яркого настроения. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok